Я выдвигаюсь по Кунцевскому округу 197, как вы уже сказали, и не совсем случайно. Я секретарь Центрального комитета Объединенной Коммунистической партии. К сожалению, эта партия пока не добилась возможности выдвигать своих кандидатов самостоятельно, поскольку не получила юридической регистрации. Мы сражаемся с Миньюстом уже почти 7 лет, и это тоже, кстати, примета времени, потому что вот эта непродолжительная небольшая оттепель, которую многие воспользовались и зарегистрировали в своей партии. Кстати, многих этих партий уже нет, имел уж нет, а те долечит. Недавно наших братьев тоже по идеологии партию Родфронт ликвидировали по суду, отняв у нас еще одну возможность дополнительно выдвигать кандидатов. То есть теперь эта партия сама не может участвовать в выборах и не может, соответственно, отреагировать на наши просьбы. Вы спросите, кто меня выдвинул. Меня выдвинула партия Коммунисты России уже в третий раз. В 2016 году они мне помогли с выдвижением, в 2019 и вот сейчас. То есть в этом я стараюсь быть постоянной, потому что, ну, вы видите вот этот цирк на конной тяге, который происходит, когда все бегают по партиям, по спискам, там, предают, продаются, выплывают там либералы в социалистической партии, там, коммунисты в Единой России, там, единомосы в оппозиционных партиях и так далее. Вот это вот тоже вот такой малопонятный цирк, он мне, в общем-то, органически неприятен, и он органически неприятен, так сказать, моим коллегам по партии. Мы все-таки считаем, что коммунист должен выдвигаться от коммунистической партии. Сейчас таких партий, которые имеют право выдвигать кандидатов, две. Это Коммунистическая партия Российской Федерации Зюганова и Коммунисты России. И, соответственно говоря, одна из них парламентская, вот, ну, как мы говорим, это одна большая составная часть четырехголового Левиафана, вот, это вот наш такой взгляд, потому что, честно говоря, разница между четырьмя партиями в государственном доме, они постепенно стираются, эти разницы. Вот это как бы четыре такие вот головки большого дракона. Головки очень неравномерные, неравнозначные, неравновеликие, скажем так. Вот есть такие большие головы, да, такие гидроцефальные, вот, есть такие маленькие, полуусохшие, да, но тем не менее дракон-то, собственно говоря, один. И мы это понимаем, к сожалению, все четче и четче. Примеров этому массы не будем углубляться, и, как говорится, сейчас не о том. Поэтому, собственно говоря, для коммунистов возможность выдвижения, она не такая, в общем-то, большая, да, либо одна партия, либо другая. Вот, ну, можно еще там посмотреть на партии эсеров, допустим, которая представляет собой вообще непонятно что после последних изменений. Вот, поэтому для меня, ну, предваряя разные вопросы, они уже идут вовсю, компания началась, она уже очень острая, очень горячая, я о себе много прочитала за последние две недели. Вот, поэтому, предваряя вопросы, почему коммунисты России, я скажу, а почему, собственно говоря, нет? Это как бы третий раз, третий, так сказать, наше выдвижение от коммунистов России. Значит, наши товарищи, вот, допустим, один наш товарищ по объединенной коммунистической партии выдвигается в Магнитогорске, Челябинской области от КПРФ. Ну, там более вменяемое отделение КПРФ местное, и там это получается, допустим. Вот, выдвигаются наши товарищи от КПРФ в Хакасии, например, тоже там вполне себе нормальное партийное отделение, и это пример как раз хорошего, такого успешного сотрудничества двух партий, как, собственно говоря, и должно быть, потому что, ну, коммунистам по большому счету нечего, как говорится, делить, да? В Москве, к сожалению, ситуация совершенно обратная. Мы это видим уже давно, уже десяток лет, вот такая совершенно ненормальная ситуация.